добрейший вечерок уважаемые посетители моего канала только что у нас закончился наш прямой зефир в котором я рассказывал что на ваши там вопросы о питании том и голодании я решил на спонсорской подписке открыть вернее продолжить школу здорового образа жизни причем такой знаете с капитальными знаниями и во время прямой трансляции был такой вопрос ко мне вот вы там рассказываете о голодании о питании там а как ему докатились до такой жизни что едите там сметану мясо этот сам изущенное молоко как это как это все это вяжется с здоровым образом жизни и с тем о чем нам говорили и я так как-то не совсем внятно ответил поэтому решил вернуться к данной тематике и вот как я для себя отвечаю так я отвечаю и вам то есть без обмана посетителей канала без обмана самого себя потому что обмануть других там можно а вот самого себя то есть у меня стоит довольно таки мощный самоконтроль который вот эти все вещи отсеивает анализирует и дает в обработку дальше чтобы знаете вот эта тема закончилась и вы были спокойны то есть спокойно ответить на данный вопрос как я докатился до того что стал есть мясо стал есть сущенное молоко и там еще что-то стал там есть вот ну начнем начнем как-то это у меня вызвало такое несколько смятение что че и как время прошло умственный процесс поработал и я вам отвечаю следующим образом чего начался мой здоровый образ жизни мой здоровый образ жизни начался с того что после того как я занимался спортом я создал семью и у меня возникли проблемы одна из наиболее серьезных проблем которые знаете не давала уклониться уму в сторону это был геморрой который такими злючими болями напоминал мне об этом а мне в то время как раз было где-то смотрите 83 84 это как раз мне было 29 30 лет ну вот так вот мне надо было решить проблему с геморроем вот это была на эти проблема жизнь ставит проблему я начинаю ее решать собираю информацию разного рода ну естественно сначала к врачам обратился до симптомы устранить могут но потом все это дело возвращается и скажем разом чаще чаще и чаще и при этом ты делаешься совсем каким-то знаете беспомощным если врачи не помогли если это не помогло то что ж так вот мне удалось эту проблему решить с помощью того что я начал по-иному питаться я начал делать разного рода очищения и особенно вот я почувствовал результат супер до голова я начал результат после очищения печени после голодания были результаты да хорошее все заживало начинаю выходить с голода все возвращается она вот с питанием то время просто напросто сбросился вес да была легкость было все это хорошо но вот именно очищение печени позволило решить довольно таки коренным образом данную проблему то есть была проблема я ее решим далее далее вот интересно возникла такая непотребность а увлеченность ты смотри как хорошо действует действует вот этот ну будем говорить здоровый образ жизни в смысле там питания которое я старался до себя досконально изучить питание очищение голодание там ну некоторых там физических упражнений то есть я решил это дело исследовать что важно понимать что важно понимать возник интерес к этому как же это работает ты смотри и насколько это может отработать потому что первоначальные результаты были довольно таки очень хорошие очень хорошие очень хорошие вот а прошел несколько лет прошло несколько лет прошло ну была конечно проведена работа все нормально хорошо и потом как то это начинает не то что надоедать а как то это начинает забываться то есть человек ну допустим в данном случае я получил здоровье хорошее которого даже до этого не было начинает потихонечку забываться то делать все делать там какие то какие то появляются другие проблемы надо там решить то по жизни все пятое десятое то есть внимание смещается на это и тут ты просто напросто придерживаешься вот этого нормально все хорошо если не нормально я помню были такие вещи если не нормально я начинаю заниматься тем то тем то тем то то есть появляются проблемы я их стараюсь решить тем же питанием я стараюсь решить тем же очищением тем же голоданием там движением и прочее 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 то есть решить решил и понимаешь что надо чего то придерживаться ага допустим да пшеницу проращиваем все нормально хорошо все это там работает все работает я ни от чего не отказываюсь все это работает и оказывается основная проблема заключается в том что надо так свой образ жизни организовать чтобы вот это как то органически вписалось в него и было его естественным дополнением и вот тут то вот тут то и возникают разного рода какие то несоответствия что где то надо идти на компромисс и почему я вот там мясо там ем то сё я не хочу сказать что знаете вот я все это дело отбросил я только там с ученым молочком там мясо и еще там что то такое все это все остальное забытое далеко нет далеко нет я стараюсь вести такой образ жизни чтобы бы мне не было напряжно ни с питанием ни с голоданием с одной стороны ни с ведением здорового образа в целом не с тем чем я хочу заниматься по жизни чтоб это органично так согласовывалось входило в друг друга и мне было комфортно вот есть возможность салаты там то сё летом особенно да ем салат в холодное время года есть возможность значит есть там тушеные блюда и так далее и тому подобное у меня там есть время заморочиться я делаю и соки и проращиваю зерно и делаю блюда которые как раз я показываю и все это я делаю нормально ага нормально нет каких-то там возможностей я более-менее продерживаю того что там есть да и места там съем да вроде бы подносил на кофе с сгущенным молоком ну похолодало появились супли и мне пришлось просто-напросто от этого отказаться отказаться по причине того что если я не хочу болеть простудными заболеваниями значит надо убрать вот эти продукты если я не хочу чтоб у меня была изжога я должен убрать те-то продукты если я хочу чтоб нормально себя чувствовал я значит имею грубо говоря такую-то там соотношение мяса такое соотношение других продуктов такое там соотношение пятого-десятого по мере возможности где-то там сделаю разгрузку и сейчас я увлечен вот тем что занимаюсь гравитационной гимнастикой вижу в этом наибольшую перспективу то есть все что я прошел все это положительно отложилось у меня и в любой момент я это и применяю чтобы мне комфортно жилось да я понимаю что есть люди даже я не хочу сказать что это фанатики это просто увлеченные они могут увлекаться там гетарианцем сыроедением так далее так далее ну увлечение такое у меня несколько иное увлечение у меня увлечение это творчество самореализация самореализация в виде проявлений каких-то умственных созданий там вещей и прочее прочее вот это вот мне ближе всего я понимаю что человек там пытается там заниматься сыроедением и прочее прочее это ему интересно он видит там результаты и далее это тоже как-то там сказывается что он там более там здоровый или там еще что-нибудь такое или какие-то там способности открылись вот надеюсь я правильно и без лукавства выразился что появляются проблемы я их решаю с помощью инструментов здорового образа жизни ага решил и далее я стараюсь жить так чтобы был какой-то не то что компромисс а вот комфортная жизнь с учетом того что я и питаюсь вот так вот и сплю вот так вот и одно время я закалялся там очень много и так далее 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 Но в то же время вы не забывали, что если вы не организуете быт, то он организует вам разного рода недомогания и хронические болезни. Это важно понимать. А так я приветствую всех тех увлеченных людей, главное без фанатизма. Увлеченных, которые идут своим путем, которые им нравятся. Это важно понимать. У каждого человека он свой. Кому-то интересно пройти, допустим, по сыроечеству и что-то там добиться. Другому по голоданию, вот мне было интересно, и по сыроечеству до чего я дошел, и по голоданию до 40-дневного голодания дошел. Ну что там еще там? По очищению, как я там себя чувствовал. Какой там организм был, все это там такое. То есть, пусть вам подфартит на вашем пути. А другим нравится, допустим, что-то такое, этакое. Ну, допустим, вот как контакт с инопланетными цивилизациями. Возможность, как Тесла, получать какие-то научные открытия с тонкого мира. Это каждому свое. И каждому свое в зависимости от его собственной жизни, собственного накопления знаний, опыта и прочего, прочего, прочего. Поэтому как-то вот так вот слишком уж сильно примерять и что-то там, как бы сказать, укорять другого человека. Что, допустим, он не делает модную процедуру. Это же так хорошо. А он хочет совсем другими вещами оздоравливаться. Ну, и так вот во всей нашей этой жизни. Поэтому действуйте так, как вы считаете нужным. Ну, а у других людей можно поучиться. Те, которые чего-то там большего достигли, чего-то меньшего достигли. Я понимаю, что вот важен, важен пример. Важен пример, если вот такой пример есть там. О, это хорошо. Ну, я вот такой, значит, пример. Я по-своему. Если он вас цепляет или как-то там, хотя я постарался изложить так, так, чтобы вот эти вот знания по оздоровлению организма любой человек с любой конституцией в любом возрасте мог применить. В этом их сила. Используйте. Если вы считаете, что что-то нам надо больше, ну, попробуйте. Это ваш путь. И пусть вам на нем повезет. Ну, и, подводя итог, приглашаю вас в школу здорового образа жизни, где я буду по предметам проводить вот эти вот лекции записывать с разъяснением, пояснением. Так что, welcome! Добро пожаловать! И я надеюсь, что я вот вам разъяснил свою позицию. Возникает проблема – решили. Довольны этим состоянием? Довольны. Ага, так его поддерживают. Недовольны – значит, ищем пути решения. Не хотим – ну, тогда опускаемся. Опускаемся – значит, будьте довольны тем, что в итоге у вас получается. Ага, так он, я сez rocked! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну, так он, это вот субтитров А.Егорова Ага. Ага. Ага.